Привет! Это снова Денис, канал Кратко про Албанию. Сегодня еще один ролик про загородку, про частные дома. Ну вот про эти, которые вы за мной видите. Немножечко поподробнее про них вам расскажу. Вот то, что вы видите, видите, да? Вот эти вот одна, двух, трехэтажные дома, это частный сектор. Частный сектор в Албании, он представляет собой подавляющую застройку. То есть даже в крупных городах именно большая часть строений, это вот такие двух, трех, четырехэтажные дома. Да, повторюсь, даже в городах это не какие-то многоэтажки, а именно вот такие замечательные строения, когда владельцы на свой вкус под себя, под свои хотелки строили вот такие домики. Что еще могу сказать? Вот те домики, которые находятся в черте города, у них участки небольшие. То есть это обычно там, ну, пять, шесть, иногда семь соток, иногда еще даже меньше бывает, да? Вот. Но зато рядом с этой городской агломерацией всегда есть и школы, и сады, и обменники, и, ну, и, в общем-то, и море недалеко, если мы говорим про прибрежные города. И можно сказать про аренду. Пару слов бывает такое, что люди, владельцы домов, просто могут взять и в долгую аренду сдать вам целый этаж с отдельным входом. Ну, например, вот какой-нибудь вот такой вот миленький, хорошенький этаж, и у вас будет и своя большая парковка, и, скажем так, не будет проблем ни с электричеством, ни с водой, потому что на первом этаже опять-таки живет сам владелец, который очень будет рад вашему соседству. Еще такая штука распространена, как маленький семейный бизнес. Вот, например, здесь, вот в этом вот маленьком загородном доме еще какой-то стоматолог, врач принимает и вот обслуживает, соответственно, все местное, местное население. И это очень популярная история, когда на первых этажах и кафешки, и автосервисы бывают, то есть на это смотрят здесь хорошо, это нормально считается. Поэтому, кто знает, может, вы тоже обзаведетесь таким каким-то домиком, и на первом этаже у вас тоже будет какая-то ваша коммерческая отдушина. Примерно так выглядит, ну, большинство всяких албанских деревень, сел и пригородов. То есть вот такая хорошая асфальтовая дорога, милые ухоженные домики с какими-то вечно зелеными растениями, что-то цветет, какие-то сливы, гранаты растут. Вот. Да, я бы хотел отметить, что дороги у нас, ну, классные. Я не знаю, ну, почему так происходит, может, из-за климата они не портятся, но куда бы вы ни заезжали, по каким бы селам, по горам бы ни ездили, почти везде будет вот такой хорошенький ровный асфальт, иногда свежеположенный, иногда он не свежеположенный, но он хороший. То есть везде можно проехать, не боясь того, что вы где-то оставите свое колесо. А вот то, как выглядит обычная сельская жизнь, вы можете видеть за мной вот такие домики, да, то есть это уже большие участки, это уже не какая-то городская агломерация не рядом с крупными городами, а немножечко подальше, то есть большие земельные наделы, и вы можете заметить, что дома каменные. Как мы говорили ранее, в Албании, ну, вы, ну, практически не встретите деревянных домов, то есть даже какая-нибудь там избушка, даже собачья будка, она будет из бетона, из кирпича. Ну, почему так происходит? Потому что в Албании достаточно много всех этих цементных заводов, то есть и кирпичных заводов, поэтому цемент, кирпич и вот эта тяжелая стройка, она стоит недорого. А вот эта вот сортовая древесина, да, к которой привыкли, из которой привыкли строить, ну, скажем так, в странах бывшего СНГ, всякие там каркасники, там брусовые дома, такой древесины у нас нету. Поэтому, друзья, у нас все в кирпиче, в камне, и мне кажется, это неплохо. Если домик, как, например, тот, который вы видите за мной, находится, ну, в городской агломерации, недалеко от моря, то частенько бывает такое, что владельцы используют его как такой небольшой семейный отель, то есть, ну, владелец сам живет, например, на первом этаже, остальные 2-3 этажа он просто сдает в аренду и получая с этого какие-то дивиденды. Такие дома, они, конечно, в цене, их тоже можно, ну, приобретать, поэтому, если у вас будет какой-то интерес, чтобы купить вот такое здание и рядом с морем переделать его под такие-то, ну, комнаты, да, под сдачу, то, друзья, звоните, у вас есть мой номер. Также я бы хотел отметить, что у нас нету ограничений на приобретение таких загородных домов иностранцами, ограничений нету. На сегодня есть некоторые ограничения на приобретение некоторых земельных участков, друзья, независимо, причем, от того, какой у вас там паспорт, там, паспорт ЮАР, Агвинея, там, вообще не имеет значения, то есть, вы можете купить и дом, и квартиру, вот. Поэтому, если вы привыкли жить в своем каком-то загородном доме, возделывать что-то, что-то выращивать, то здесь у вас будет достаточно большой выбор таких домов с самыми разнообразными насаждениями, с оливками, и с там, и с персиками, и с гранатами, и с, вообще, с чем только, и с инжиром, то есть, здесь есть из чего повыбирать. Добавлю еще, что в Албании нету каких-то строгих определенных архитектурных норм, поэтому дома бывают очень-очень разнообразные, иногда очень серьезные, иногда смешные, вот, но можно, в общем, выбрать, и это тоже, тоже, друзья, хорошо. Поэтому, повторюсь, если вы хотите приехать к нам, приобрести какой-то загородный домик, то, поверьте, у вас будет довольно такой хороший выбор, и это прекрасно. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, чтобы не терять его из виду, ставьте нам лайк, чтобы просто мы чаще и больше ролики снимали. Ну, и мне звоните, если вы хотите приехать к нам, поселиться у нас, что-то большое или маленькое купить, ну, и получить ответы на все ваши хитрые вопросы про Албанию. Успехов!